Добрый день, друзья! Меня зовут Александр Родин. Я являюсь организатором, ведущим и постановщиком свадебных торжеств. О чем хотелось бы повести речь? Как показывает практика, в последнее время, да и не последнее, в общем-то, уже лет 5-6-7 у нас ничего не меняется в свадебной сфере. Не меняется в каком плане? Молодожены решили, вот скоро свадьба, надо что-то, идти покупать платье, надо заказать ведущего, да, все это... А, заказать ресторан, очень важный момент. Однако никто не думает о том, что свадьба это достаточно индивидуальный такой процесс, подход, что ли. И почему-то все до сих пор думают, что свадьба играется по одному такому шаблону. Ну, я вам сейчас расскажу, и наверняка вы вспомните сами себя на таких свадьбах. Это вечер перед свадьбой, уже там, я не знаю, они 5-6 лет вместе, но вечером перед свадьбой, как же ты к своим родителям? Я к своим, это обязательно нужно уехать. Хотя, извиняюсь за выражение, друг друга в разных видах видели. Вся ночь бессонная, естественно, там 2-3 часа максимум невеста спит. Жениху проще, коньячку выпил, и все нормально. Утро, соответственно, это сборы у невесты, полупьянка у жениха, наряжание машин. И дальше невыспавшаяся невеста ждет в своем гнездышке жениха. И здесь такой красавец-жених, уже изрядно помятый после супервыкупа, который подготовили подружки в наших красивых вот этих зеленых подъездах, или там синих, с надписями там различными, возле мусоропровода танцы устраивал, весь такой помятый, изрядно уже потрепанный жених доходит до невесты. Друзья, хочется задать вопрос, а для чего это? Многие скажут, да, там, это традиция, вот выкуп, как же так вот нужно, вот у наших родителей так было, было это у моих, у Ленки, у подружки, у друга там еще какого-то было. Это же надо. Другой вопрос, о чем? О чем это? Для кого это? Кому это нужно? Если свадьба начинается с такого подхода, что надо, друзья, то, скорее всего, и вся жизнь пойдет именно таким образом. Есть даже такие люди, которые говорят, это очень древняя традиция, и, соответственно, мы должны это делать все, соответственно, и сейчас, в 2013 году, мы тоже должны повторить. Друзья, мы немножечко копнули, решили узнать, что же это такое, традиция выкупа. На самом деле, все очень просто. До революции, до 17-го года у нас было несколько сословий, ну, наверняка помните, бояре, крестьяне, купечество и так далее. И всегда праздновались свадьбы. Но согласитесь, что свадьбы при дворце, они сильно отличались от свадеб у крестьян, будем так говорить, у самых нижайших сословий населения. Как это происходило? Весной свадеб особо не было, ну, только Красная Горка. В мае свадеб не было, потому что... Не потому, что весь год мается или всю жизнь мается, потому что пахать надо было. Дальше, июнь-июль, то же самое, 7, днем, и только в августе, в сентябре, когда уже урожай собирался, наступала пора свадеб. И изголодавшийся по праздникам мужик, ну, народ, крестьяне, они выкатывали, как говорится, пир горой. Что происходило? Жених вместе с другом, с гармонистом, с бантом этим, с пионом, выходили с одного конца деревни, шли, собирался там, народ еще из-за плетня вываливал, и подходили к дому невесты. И что происходило там? И там должно быть какое-то игрище, наверняка какой-то праздник, потому что в течение года они не могли себе устроить праздник, да? И получается, что вот некая такая игровая процессия происходила перед домом невесты. Но еще давайте не забывать о том, что невеста – это была одна рабочая единица. И когда она выходила замуж, то есть она из одной семьи переходила в другую, необходимо было заплатить некую составляющую, не знаю, стадо баранов, там, мешок картошки за невесту. Друзья, но согласитесь, что при дворе, при царских свадьбах, боярских свадьбах выкупов не было. Там были пиры, пир горой, там не было гармонистов, там были струнные квартеты, там все было по-другому. Друзья, 2013 год на дворе. Так почему же мы должны до сих пор пользоваться традицией самых нижайших слоев населения? Ну, давайте на этот вопрос вы ответите себе сами. Я уже заканчиваю, и хотелось бы поговорить о том, что же вы уже видите в следующий раз, о чем мы поговорим. Это как грамотно распланировать свадебный день, как избежать основных ошибок свадебного дня, как сделать так, чтобы гостям было комфортно, чтобы вы, как если вы будущий жених, невеста, собирались в комфортном месте, было вам хорошо и приятно, чтобы у вас были красивые фотографии, которые потом обязательно посмотрят ваши дети. Как сделать так, чтобы гости не напились уже в 10 часов утра, как сделать так, чтобы программа прошла красиво и комфортно, и чтобы в конце свадьбы, когда гости уходили, они сказали такие слова. Как же здорово сегодня было, как жалко, что сегодняшний вечер так быстро завершился. С вами был я, Александр Родин. До встречи в моем видеоблоге. Счастливо!